Алоха, друзья, с вами бывалый путешественник Андрей со своей большой семьей. Мы находимся в Гонконге. Вы видите этот замечательный город прямо за моей спиной. У нас 6 утра, и мы сейчас завтракаем и отправляемся в аэропорт, летим обратно в Киев. Друзья, скажите честно, вы соскучились по инспекциям авиалиний? Я соскучился. И сегодня мы с вами проинспектируем главного казахского перевозчика авиакомпанию Air Astana. Я хочу, чтобы вы не только увидели инспекцию этой авиакомпании, а также смогли насладиться Гонконгом. Поэтому, а, вы можете посмотреть одно из тех видео, которые я уже выложил на канале о Гонконге, и, б, кто-то из вас сюда прилетит. Да, будет розыгрыш авиабилета в Гонконг туда-обратно. Что нужно будет сделать, я скажу в конце видео. Но обязательно нужно быть подписанным на канал, поэтому сделайте это прямо сейчас. Нужно будет нажать лайк. Ну и что, друзья? Погнали инспектировать! Друзья, что что за Air Astana? Это ведущий казахский авиаперевозчик, который летает по более чем 60 направлениям по Европе и Азии. Для сравнения, МАУ летает по 80 направлениям, а Emirates по 141. Но это уже более взрослые компании, ведь Air Astana всего лишь 16 лет. МАУ 26, а Emirates 33. За 16 лет она построила имидж авиакомпании с гостеприимным сервисом, дружелюбным персоналом и свежим флотом. А также для путешественников из Европы открывает ворота в Азию. Мы сегодня все это с вами и проверим. Ну что, погнали на чек-ин? Друзья, онлайн-регистрация доступна за 24 часа и заканчивается за 60 минут. Мы зачекинились онлайн, но пришли сюда, чтобы сдать багаж. Что приятно, Air Astana выбор мест бесплатно. Реально, очень многих авиакомпаний нужно платить деньги. Air Astana выбор мест бесплатный. У нас в бизнес-классе разрешено на одного человека 30 килограмм зарегистрированного багажа, который мы сдаем. А также 2 ручные клади по 8 килограмм. Для эконом-класса обычно это 20 килограмм, обычная сумка, которую вы сдаете. И 8 килограмм, которые вы можете взять с собой стандартного размера как для бизнес-класса, так и для эконома. Что мне не нравится, я люблю, когда в бизнес-класс можно взять с собой не 8 килограмм, а взять побольше сумочку, килограмм так на 12. Например, у МАО можно брать с собой сумку 12 килограмм. А также, что интересно, в багаж еще есть такое понятие, как спальный эконом. Я о нем расскажу немножко дальше. Так вот, спальному экономе вам тоже разрешается брать с собой 30 килограмм. И по некоторым маршрутам, например, в Пекин, можно брать аж 40. Вот так вот. Рейс задерживается на часик, но у нас длительная стыковка с вами в Алматы, поэтому мы еще сможем проинспектировать бизнес-лаунж в аэропорту Гонконга. Чтобы попасть в лаунж, нужно на поезд сесть и приехать в первый терминал, что мы сейчас с вами и сделаем. Проехали секунд 40 на том поезде, приехали на какую-то станцию, здесь пересели еще на другой поезд и снова едем к гейту 40, потому что наш лаунж находится в гейте 40 в терминале 1. И добрались в Plaza Premium Lounge. Сейчас зачекинимся и пойдем посмотрим, чем здесь угощают. А на улице идет ливень. Сегодня на улице ливень. С бизнес-лаунжем у Air Astana в этом аэропорту все в порядке. Мы пришли, нас быстро зачекинили. И есть огромная большая зона, там priority, карты сидят, то есть те, кто могут зайти по priority, по ASO. Также другие авиакомпании по другим картам. А специально по приглашению, по бизнес-классу, именно по настоящему бизнес-классу от авиакомпании есть отдельный зал. Мы сюда пришли. Туда не разрешается ходить всем остальным, только тех, кто из бизнес-класса. И здесь вообще никого нет. Мы вообще сами. Наша тетя пришла, проверила наши посадочные, сказала, окей, оставайтесь. Но мы вообще сидим сами. Очень уютный зал, много еды, много различных развлечений. Я вот сел на диванчик, видите диванчик, и сижу, смотрю, здесь катаются самолетики. Прикольно. Кстати, КТ Pacific стоит. КТ Pacific это та авиакомпания, с которой Air Astana делает кодшеринговые рейсы. Что такое кодшеринговые рейсы? Это, например, вместе с Air Astana и КТ Pacific вы можете долететь до Австралии и многих других направлений. Вообще кодшер у Air Astana, насколько я помню, есть с КТ Pacific и с Bangkok Airways. То есть с Bangkok Airways вы сможете разлететься по части Азии, скорее всего, по Таиланду. А с КТ Pacific вы сможете полететь в Австралию, в Зеландию, наверное, или еще куда-то. Вот. Мы идем уже на посадку, значит, расскажу про флот авиакомпании. На сегодняшний день у авиакомпании 32 лайнера. Это Boeing 757-200, 767-300, таких аж 3 штуки. Airbus A320, A321 и 320neo и 321neo. Я A321neo покажу на рейсах, когда будем лететь уже в Киев. А также есть Embraer 190. До конца года компания планирует увеличить количество самолетов то ли до 36, то ли до 38. А также заказала, по-моему, 23 Dreamliner. Это Boeing 787. Вот уже вроде как посадка начинается. Или начинается. Сейчас пойдем проверим. Прикольно. Пока задерживается самолет, все ждут, принесли воды, поставили, раздали бесплатно всем пассажирам. Бизнес-класса, эконом-класса. Блин, уважуха, уважуха. Ну что, мы погнали на борт. С нами коляска ее, которую мы сейчас сложим. Единственная коляска, которую можно с собой таскать вот так вот. Просто не надо даже на нее бирку никакую вешать. Что надо сказать, дети? Добро пожаловать на борт. Здрасте. Друзья, мы наконец-то на борту. Дети хотят спать. Ема уже немножко нервничает, капризничает, шумит. Но скоро точно будет спать, потому что здесь будет полноценная у нее кровать. Боже, она просто счастлива. Ема вообще не может, не может узнать, за что же ей схватиться. Кресла регулируются, куча игр, каких-то фильмов, мультиков и всего остального. Я сейчас все это покажу. Значит, первое впечатление, когда сюда попадаешь, безумно свежий борт. Такое ощущение. Ема у меня даже спросила. Папа, это что, только с завода новый? Я говорю, да, у них эти борты очень молодые. Средний возраст Boeing 767-300. 4,5 года. Смотрите, конкурентом 767-го Boeing 767-300 является Airbus A330. Airbus немножко пошире будет. Это тоже широкофюзеляжный самолет. Будет пошире. У них комплектация, по крайней мере, у Turkish Airlines теперь в бизнесе 2.2. Здесь в бизнесе комплектация 1.2.1. В экономе комплектация 2.3.2. В Airbus A330 комплектация 2.3.2. По-моему, вот так. Боже, я уже и забыл. Кстати, модель Boeing 767-300 – это первая модель, которая была разрешена на регулярной основе перелетать через Атлантический океан. Сейчас на нем полетим. Я когда летал на таком самолете у Дельты, правда, в экономе, честно, мне не очень понравилось. Ну, такая вот история. Сидим, ждем разрешения от аэропорта на взлет. Друзья, значит, смотрите. У Air Astana есть такая услуга, называется MySeed. Это возможность вам выбрать себе бесплатно место во время бронирования либо после него. А также платно вы можете себе выбрать первое, второе место. Это обычно в бизнес-классе для места в бизнес-классе либо в аварийном ряду. Но за деньги, если они доступны. А также есть такая прикольная штука, которая называется MyUpgrade. Что это такое? Это вам до вылета за неделю либо за две приходит какое-то письмо с возможностью сделать ставку с апгрейдом до бизнес-класса. И за день, за два до вылета вы получаете результат, победила ваша ставка или нет. Если вашу ставку никто не перебил, то, возможно, полетите, как мы, в бизнес-классе. Также напоминаю, что видео смотрим до конца, потому что мы разыграем один авиабилет в Гонконг, туда-обратно. И кто-то из вас его получит, слетает вместе с Air Astana в Гонконг, насладится полетом точно так же, как и я и моя семья, и открою для себя этот незабываемый город. Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Не забывайте это делать. Друзья, смотрите, нам тут куча каких-то подарков принесли. Значит, ты садишься. Мало того, что тебе приносят лимонад, водичку и остальную историю, мальчикам приносят вот такие фурлы. В наборе у тебя идет прополоскать рот, крем, лицо, тапочки. И, короче, все, забираю домой. Короче, вся такая же история, только для девочек. Значит, Levy такой набор для взрослых детей. Полный набор для счастья ребенка. Levy набор. Levy не разрешает его раскрывать, поэтому я вам не покажу, что там. С детьми прикольно инспектировать авиакомпании. Сейчас на примере Levy покажу, как раскладывается обычное кресло в полноценную кровать. А еще и делает массаж. Ну что, погнали, покажу вам. Авиакомпания Air Astana позиционирует себя, как ворота в Азию для европейских путешественников. Я зашел на сервис выгодных путешествий TripMyDream.com и на октябрьские даты проверил, сколько бы мне стоило добраться, например, в Гонконг. Выдело много разных результатов. Скажу вам честно, как в экономе, так и в бизнес-классе у Air Astana были по стыковке и по цене наиболее выгодные предложения. Сидим, ждем, все еще ждем. На часах 12 часов 17 минут. Мы до сих пор ждем еще вылета. Вроде как стоим просто в очереди, сижу в кресле. Блин, удобно. Реально нажимаешь кнопку, и тебе начинает массажировать спину. Боже, еще и ноги, что ли? Я нажал что-то не то. Еще и ноги начинают массажировать. Говорю, не, не, не. Я просто выехал и что-то. Думал, еще и массаж ногу. Говорю, ничего себе. Короче, есть массаж спины. Кресло полностью раскладывается в кровать. Еще куча разных кнопок. Я никогда не летал в бизнесе. 767-го интересно. У тебя вообще огромное, полноценное место. Свой огромный телевизор, свой огромный стол. В общем, розеток, немерено USB-вход есть. Два USB-входа. Пришли подушку, принесли одеяло. Вот. И вот уже нас, нас везут вроде как нацелет. Сейчас будем взлетать, друзья. Ну что, мы наконец-то полетели. 12 часов 21 минута. Скажу вам честно, летать в бизнес-классе всегда удовольствие. Летать в бизнес-классе на хороших и свежих портах хороших авиакомпаний еще то удовольствие. А летать с детьми в бизнес-классе, когда им приносят подарки, развлечения. Когда Ева может разложить свое кресло в кровать, Ема тоже и будет включать. Мы снова в бизнес-классе. Это удовольствие для детей и родителей. Поэтому, если у вас позволяют ваши бюджеты, покупайте себе бизнес-класс у нормальных авиакомпаний. Мне пока нравится. Еще не кормили. Я еще не проверял, что там в этом большом экране. Но мне уже нравится. Кстати, я зашел, проверил эконом. Эконом тоже выглядит очень достойно. В каждом кресле есть телевизор, мультимедийная система. Поскольку я знаю, у них вообще можно подсоединиться к их личной сети. Можно подсоединить свои устройства. И тогда ты получаешь доступ к их контенту. К фильмам, играм и так далее. Я такого еще нигде не встречал. И так, друзья, 2 часа как летим. Пока летим, все время меняется цвет нашей подсветки. Сейчас, видите, какая-то уже такая десертная. Почему? Потому что нас уже покормили. Изначально тебе дают какие-то казахские конфеты на самом целете, потом приносят закуски. Из закусок это такие жареные бобы. Мне очень нравятся прикольные бобы в какой-то панировке. Я люблю в бизнес-классе мало кушать орехи. У них такое классное ассортие орехов. А здесь очень вкусные бобы. Время бобов принесли еще тофу в чесночном соусе. Потом были простые закуски типа салатов и так далее. А потом принесли горячее. На горячее у меня было веганское блюдо. У меня был рис, тофу, карри и еще был шпинат. Потом предлагаю десерты. Из десертов я выбрал себе обычные фрукты. Ну, а всем остальным предлагают на выбор много различных видов десертов. Пять или семь разных десертов. Я веган, поэтому я кушаю только веганское. Кстати, можно выбирать себе специальное питание. Значит, смотрите, за 24 часа до вылета на сайте Air Astana вы можете зайти и выбрать себе один из 20, аж 20 видов различного питания. Я выбрал детям детское питание. Я выбрал себе вегетарианское безмолочное. Юля выбрал индийскую кухню. Вот. Единственное, что важно, нужно это делать за 24 часа до вылета. Также вам, если вы ничего не выбрали, дадут меню, по которому вы сможете выбрать ту еду, которую хотите. И вам дадут еще винную карту, если вы чего-то пьете. Есть шампанское, есть вина, есть более тяжелые спиртные напитки. Но их лучше на борту не употреблять точно. Так, теперь, друзья, из развлечений. Помимо того, что есть бортовой журнал или еще какой-то журнальчик, у нас есть огромный экран, который дает вам возможность смотреть. Я вижу 74 различных фильма. Есть и последние фильмы. Есть игры, есть аудио, есть ТВ на трех языках. На английском, на казахском и на русском. Единственное, чего мне не хватает, это детских всего лишь только 3 фильма. Вот вообще только 3 детских фильма. Я считаю, что в бизнес-классе можно иметь побольше выбор детских развлечений. Мои дети чего-то смотрят, они не жалуются вообще. Вы чай принесли? Давайте. Мне кофе принесли. Сейчас попробую, кстати, кофе. Мне принесли кофе. Мои дети не жалуются, но я считаю, что детских мультиков и фильмов может быть больше. Кстати говоря, кофе еще здесь не пробовал. Качество авиакомпании можно также определить по качеству кофе, который подают на борту. Потому что не так просто на борту сварить хороший кофе. Супруга Юля говорит, что ж ты столько про еду рассказывала, а не сказала, что она была вкусная. И наша Эмма, младшая дочь, даже ела рыбу. Она вообще рыбу не ест, а здесь Эмма ела рыбу. Кстати, что мне здесь нравится, впервые такое вообще встречаю. Когда летели в Гонконг, нам предложили томатный суп. Я ел томатный суп. А сейчас предложили какой-то тыквенный крем-суп. Впервые на борту встречаю, что дают суп. Прикольно. Зачет. Когда ты летаешь много, ты понимаешь, что нужно кушать жидкую еду и кушать ее больше. Суп это просто, это просто экстаз. Гастрономический мой полетный экстаз. Друзья, лег спать и вспомнил, что забыл вам рассказать про Wi-Fi. На борту есть Wi-Fi, но сегодня нет интернета. Так вот, этот Wi-Fi платный как для пассажиров эконом-класса, так и для пассажиров бизнес-класса. Единственное, кто может получить его бесплатно, это держатели бриллиантовых карт, системы лояльности авиакомпании Nomad. У меня еще такой карты нет. Надеюсь, куда-нибудь налетаю, и у меня будет бесплатный Wi-Fi. Вообще, у меня там есть какие-то 3 разных пакета. Стоимость интернета от 5 долларов. Все, теперь, друзья, точно просыпать. Ну что, долетели мы в Алматы, задержались на 2 часа. Полет прошел замечательно. Вы видели всю эту инспекцию. Блин, классный свежий борт, очень костеприимный сервис. Девчонки прям очень старались. И знаете что? Заработал в один момент интернет. Я заплатил 15 долларов за 50 мегабайт. Мы пришли посидеть 2 часа в бизнес-лоунж. Сейчас посидим и пойдем уже на посадку, на вылет в Киеве. Вот такой вот здесь совсем небольшой бизнес-лоунж для бизнес-пассажиров в аэропорту Алматы. На часах 18.50 уже 10 минут, как мы должны были быть в небе. А у нас только-только началась посадка. Много стоит людей. Повезут, повезут на автобусе. Сейчас уже пойдем посмотрим на Airbus A321neo. Готовы? Я готов. Еще раз добро пожаловать в Бортфинг. Я снова с Явончиком. Эмус Явончик. Ходите поболтать? Здрасьте, здрасьте. Я говорю, Джо Голсон. Счастливого пути. Да, на моем месте летим. Счастливого пути. Желаю вам приятного полета. Один, два, три. Впервые называю борт самолета секси. Реально заходишь и такое ощущение, что просто секси борт. Такая невероятная подсветка. И вообще у меня ощущение, что это просто борт переехал только с завода. Все новенькое. Буквально, буквально все. Нужно будет у авиакомпании уточнить на самом деле, сколько этому борту лет. Возможно, и года на самом деле нет. В бизнес-классе здесь я посчитал 28 мест, в эконом-классе 151 кресло. Расстояние между сиденьями в бизнес-классе 91 сантиметр, в экономе 79. Здесь лежать и спать мы не будем, но зато здесь сиденья на самом деле побольше, пошире. По своей ширине они лучше, чем по их 767. По крайней мере, такое у меня ощущение. И сиденья сделаны торговой маркой Recaro. Сразу принесли и напитки, спрашивают, чего хотите. Выдали наушники, выдали снова опять travel-наборы какие-то. Чуть попроще, чем и были. Но тоже каких-то серьезных производителей косметики. Буду точно так же кормить. Наверное, огромные краны встроенные прямо в кресло твоего сиденья. Скорее всего, должен быть вафаина тоже за деньги. Та же система мультимедиа работает. То же самое MySeat работает, тот же самый MyUpgrade работает. В общем, все очень секси. Единственное, что мы задерживаемся. А лететь нам еще 5 часов, а дети уже устали, а все мы не спали. Зато летиться в бизнес-классе, и это, наверное, спасает. Потому что в экономе было бы реально лететь сложно. Общее впечатление, очень классная компания старается. Я бы назвал их бы их челленджерами. Челленджерами это те, кто еще не номер один, но уверенно хотят быть номером один. И уверенно к этому идут. Поэтому думаю, что Air Astana со своим развитием когда-нибудь станет реальным номер один. Не только среди азиатских авиакомпаний, среди, точнее, тех, кто летает в Азии. Потому что Air Astana это компания, которая открывает ворота в Азию. А также и среди мировых компаний. 32 судна маловато, конечно, ребята. Направлений 60 тоже маловато. Но в целом движетесь правильно. Борты классные, гостеприимный сервис. Да, кормите вкусно. Есть еще над чем поработать. Небольшая мелочь, но в целом очень молодцы. А девушки улыбаются. Девушки вообще на побор такие красивые все. Кстати, Air Astana в Украине 5 лет как присутствует уже. Air Astana летает, насколько я помню, 8 раз в неделю в Алматы. И 5 раз в неделю раньше летала в Астану. А сейчас с начала июля начала летать, по-моему, 7 раз в неделю еще и в Астану. Помните, я вам говорил, есть такое понятие, как спальный эконом. Спальный эконом это на некоторых рейсах из Астаны, по-моему, в Франкфурт, Париж и Лондон. Ты можешь купить в этом классе сразу 3 места на Boeing 767. И на всех трех местах ты можешь сам раскладываться спать. Потому что в таком случае тогда тебе багаж дается не 20 килограмм, как всем, а 30. Ну, прикольно. Я такого вообще не встречал. Спать сразу на трех сиденьях. Да, ну, только чтобы ручки обкидывались. В 2018 году авиакомпания Астана победила в номинации лучший региональный азиатский перевозчик по версии TripAdvisor. Есть такой ресурс, не хуже, чем ресурс TripMyDream. Кстати, зайдите на TripMyDream.com, проверьте дешевые авиабилеты, друзья. Там нужно всегда искать и находить основателей этого сервиса. Могу вам уверенно это рекомендовать. Я вот сижу, точнее, да, сижу, лечу и думаю, слушайте, а может быть нам с Аэростаной запретариваться и снимать экспаты в Азии, а? Что думаете? Напишите в комментариях. Ну что, друзья, на часах 10 часов вечера, ровно 20 часов, как я начал снимать это видео. Мы с вами в Киеве, в аэропорту Борисполь, долетели с Аэростана хорошо. Мои дети и я немного поспали. Ощущения от перелета и вывода. Очень свежие борты, очень-очень комфортные борты. Это нравится. Гостеприимный сервис, хорошее питание, это нравится. Из того, что вы с вами изучили, поняли, что очень конкурентные цены по очень многим азиатским, среднеазиатским и другим направлениям у авиакомпании очень хорошие позиции. У компании всего лишь пока 32 самолета, но они активно растут и все самолеты свежие. Поэтому у них есть большие возможности занять лидирующие позиции как раз по направлению Азии. Возможно, не только Азии. Два рейса, которые мы сегодня летели, оба рейса задержались. Вот, наверное, минус. Пересадка через Алматы. Нормальный хаб, нормальный маленький аэропорт. Но с точки зрения, если ты летишь бизнесом, аэропорт маленький и сам бизнес не сильно большой. В принципе, все у авиакомпании хорошо. Минусов каких-то серьезных никаких не заметил. Мне все понравилось, моей семье тоже, особенно, когда летишь в бизнесе. Это существенно чувствуется, когда у тебя 20 часов в дороге. Лучше все-таки лететь в бизнес-классе, если есть такая возможность. Напоминаю, что в Гонконг минимальная цена была 600 долларов. В Air Astana туда-обратно. И в бизнес-классе 2000 долларов. Все, друзья, с вами был бывалый путешественник Андрея. А, билет в Гонконг, да, помните? Значит, туда-обратно разыграем билет в Гонконг от Air Astana, что нужно сделать. Посмотрели вы это видео, поняли, что такое Air Astana. Теперь вам нужно в комментариях написать, что Air Astana это. И прямо вот так вот и расписываете, что для вас это. Какой это бизнес-класс, какой это эконом, какое это питание, какая это стыковка, какие-то обороты. В общем, то, что вы поняли из моей нашей с вами инспекции, друзья. Все, обязательно нужно быть подписанным на канал, поставить лайк и все остальное. Все, инвестируйте свое время и деньги в путешествия, в эмоции. А я буду инвестировать сегодня в сон, потому что я практически вообще не спал. Глаза прямо закрываются. Все, обнимаю. Люблю. Пока.